Глава Галского района Константин Пилия продолжил встречи с населением района. На этот раз глава посетил село Сида. Участие в рабочей поездке приняли председатель районного собрания Беслан Контария, начальник паспорта визовой службы Эльвира Цвижба, прокурор Алхаз Отырба, зам главы Аркадий Джинджолья и представители правоохранительных органов. В рамках визита делегация осмотрела здание школы, где также расположены местная администрация, детский сад, музыкальная школа и пункт медицинской помощи. В ходе осмотра выяснилось, что в медпункте недостаточно медикаментов. Зачастую бывает и так, что нет возможности оказывать первую помощь и приходится ждать приезда врачей. Глава пообещал, что в скором времени решит данную проблему. Далее встреча продолжилась в актовом зале и началась с выступления главы сельской администрации Валерия Гиргидава, который представил сельчанам гостей, а после рассказал немного о селе. По словам Валерия Гиргидава, в селе проживают 225 семей, это 750 человек. Жители в основном занимаются сельским хозяйством, иногда уезжают на дополнительные заработки. Также он с досадой отметил, что за последние годы с села уехали и до сих пор не вернулись 20 семей, и он обязан выписать их из хозяйственной книги. На что Константин Пили ответил, что этого ни в коем случае нельзя делать до выяснения всех обстоятельств. У людей могли возникнуть разного рода проблемы, и только после их изучения нужно предпринимать какие-либо действия. Категорически запрещаю этого делать, пока не разберетесь, почему человек уехал. Пока не разберетесь, вот долгое время нету, может быть болезнь, может быть, не дай бог, что там произошло, там и все бывает, но выписывать это очень плохая практика. Я вот многим попадал... Нет, они все хозяйственные. Да, да, нет, сами не выписывайте. И сами тоже не вписывайте. Если есть человек, который у нас там не вписался, вы пишете заявление, объясняете, ну, на ваше видение, почему там не было, почему он там отсутствовал, все его свидетельства о рождении, что там все соберете, потом мы создаем комиссию по прописке, которая не администрация, указом президента это комиссия, и мы потом даем добро, чтобы ты вписал по хозяйственной книге. Это та же самая прописка. Сам не делает хорошо, это создает проблемы, это неправильно. В ходе встречи обсудили вопросы, касающиеся энергетической отрасли. В частности, низкую собираемость налогов за потребленную электроэнергию, которая составляет всего лишь 46%. К тому же имеются и задолженности за прошлые года. Да, как бы гидроэлектростанция в районе, ток у нас как бы есть, но если не оплачивать, получается, электрика содержать не можешь, ремонт не можешь делать. И все это трудности. Лучше поставить счетчик и оплачивать по счетчику. Сколько ток получили, столько и заплатили. А когда счетчика нету, начинается по нормативам, провод какой толщины, сколько людей, и тогда сумма не настоящая получается, получается больше. Потому всегда лучше поставить счетчик. Была тема отключать село от свет, от электричества за неуплату. Ни в коем случае я разговариваю и прошу этого не делать по возможности, чтобы не страдали те, которые оплачивают. Потому вот вы как по-соседски тоже разговариваете, была тема там на два дня отключить, ни в коем случае никакой. Если там на полдня для того, чтобы хотя бы тому, кто не оплачивает, хотя бы было стыдно. Но есть причины, когда он или человека нету, или правда тяжело. Как вы помните, два года назад у нас была ставка земельного налога, была 2250 рублей с гектарой. Я правильно говорю даже. Сейчас она вот уже два года указом президента отменена, повышающий коэффициент это умножалось. И сумма 1125 рублей. Всем это известно. Ни в коем случае не будет. Это в год. И эти средства я вас прошу, не передавайте деньги. Пока квитанцию не увидите, пока вам квитанцию не выпишут, ничего не оплачивайте. Увидели квитанцию – оплатили. Жители села Сида выразили беспокойство по поводу низкого напряжения. Мощность электрического тока не более 150 вольт, в результате чего из строя выходит вся техника. Причиной низкого напряжения является ветхость электросетей и электрических столбов, которые пришли в непригодное состояние. Им уже более 50 лет. Да, действительно, с 69-го года ничего не менялся. Почти мои ровесники, да, и стал быками. Да, которые некоторые... Ну, даже вот здесь, вот, которое освещение, да, вы сами видите, что вот очень маленькое напряжение, так как провода уже свой ресурс, они исчерпательны. Уже второй грот. Вот, глава администрации просит Энергосет наших дорогих. Просим, чтобы они нам выделили машину. У нас здесь есть, ну, какие-то места, где столбы остались, да, бетонные столбы остались. Ну, их ручную вытащить, как бы, да, они весят, там, несколько сот килограмм и перевезли. Машину, чтобы вот вытащить, да, например, там, переставить. Нет. Мы не можем сказать, что они, там, не помогают, там, не приезжают или что-нибудь. Да, бывало ли случаи, да, там, где высокобойтные линии идут, там, да, машину тут же присылают, все нормально налаживают. Ну, а вот где 220, да, по низкой, как бы, ну, очень большие проблемы. Потом, ну, естественно, как бы, там, не хватает мощности, как бы, самих трансформаторов. И поэтому их, по-моему, поселка раньше было 12 штук, сейчас... Сейчас сколько трансформаторов? 9 трансформаторов. Да, 9 трансформаторов. И то, не той мощности. Вот, ну, основные, как бы, проблемы. Глава выразил готовность оказать необходимое содействие в разрешении этой ситуации по мере возможностей. В первую очередь он пообещал, что поможет с заменой 50 старых электрических столбов на новые, добавив, что к решению проблемы будут подключены работники Черноморэнерго. Постепенно ветхие электросети будут приведены в порядок. Наболевшей проблемой жителей Галского района опять-таки стала документация. Жители возмущались, что поколениями живут в Абхазии и никак не могут получить абхазское гражданство. Да, у многих есть грузинское гражданство. Кто-то добровольно его получил, а кто-то по умолчанию. То есть, не подавая заявки на его получение. И теперь отказаться от грузинского гражданства крайне сложно. По вопросу документов, эту проблему, которую в ближайшее время надо будет решать все вместе, но сейчас положение такое. Я знаю, что многие не хотят брать виды на жительство, их хотят, ну, чтобы были паспортизированы гражданин. Ну, это вы понимаете, что происходит у нас. Пока есть гражданство Грузии, мы гражданство дать не можем. Но у нас получилось географически, то есть территориально вот так и люди остались без документов. Не так. Надо каждого отдельно рассматривать и должен иметь, не должен. И потому это все две сперечки. И первые будут рассматриваться те, у кого есть уже вид на жительство. Вид на жительство не мешает получению паспорта. Я бы никогда вас не обманул бы. Никогда не обманул бы вообще для руководителя, если один раз неправду сказал, народ перестанет верить, все, уже доверия нет. Я неправду никогда не позволю, и коллеги не скажут. Платить никому ничего не надо, ни копейки. Если один рубль заплатите, сделаю все, чтобы человек этот не получил ни одного документа. Никаких денег. Вы понимаете? Если официальная оплата в банк, это вам скажут. Пошли оплатили или там на месте, как вам скажут. Константин Пилия с гордостью отметил, что в районе сохраняется спокойная криминогенная ситуация. За последние года не зафиксировано тяжких и особо тяжких преступлений. По поводу ситуации криминогенной в районе. У нас за два года ни одного тяжелого преступления. И почему? Потому что люди хотят жить, развиваться, потому что и власти по-нормальному, и шанс где-то кому-то дать. Я очень горжусь. Мы хотим, чтобы тут наши дети тут с нами оставались, чтобы они не смотрели ни направо, ни налево, чтобы они знали, это дом, это родина, и наш ребенок тут нам нужен. Он должен нас всех поменять, и они потом должны заниматься своим районом, своим селом. И потому надо делать все, чтобы детишки наши оставались. Понимаю, вопрос документов происходит. Поверьте, делаем все, чтобы вопрос с детьми у нас решить. Жители пожаловали, что в селе нет общественного транспорта. Такая проблема вынуждает сельчан добираться до города на такси, что сильно бьет по карману. Директор школы Аида Джопу отметила, что проблема отсутствия общественного транспорта также сказывается на отсутствии преподавателей, так как им нечем добираться с города до школы. Константин Филия пообещал разобраться с проблемами общественного транспорта. Тем не менее, вопрос за один день не решить, поочеркнул глава. Состоявшаяся встреча прошла плодотворно. Глава выслушал всех обратившихся за помощью и пообещал помочь сельчанам в решении наболевших вопросов.